Что только начинается Ведь фильмы сбываются Когда одиночество За дверью скрывается И слабо доносится Моя невесомая Петня пророчества Все только начинается Ты говорила, что согласен Ты чего добиваешься Нас просто разведут через суд Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Надоело врать Изворачиваться постоянно А как мы теперь с Машей? К нам теперь куда? Как жили раньше, так и будем жить Машульке отец нужен Мам, зачем мы все учебники взяли? А чемодан зачем? Мы немножко погостим у бабушки с дедушкой Он же просто негодяй, котенок Тихо, тихо, тихо Ну тихо, ну котенчик Знаешь, как сейчас трудно работу найти? Я столько набегалась, пока что-то приличное Подвернулась Многие женщины с лишним весом Бросают ходить в фитнес-клуб Потому что они стесняются заниматься Рядом с худенькими, красивыми девушками Я возьму вас Стажером Чем вам не понравился мой автомобиль? Тем, что вы меня заперли Здесь джип может проехать Тем более ваша букашка Я, кажется, вчера переспала со своим соседом Что? Что? Даже не знаю, как его зовут Я не знаю, может, конечно, вам нравится заниматься сексом женщины, которая ничего не соображает Что вы несете? Я проснулась у вас в кровати, голая Потому что, когда я привел вас к себе домой, вы начали раздеваться За меня всю жизнь другие люди принимали решения Им казалось, что они лучше знают, что для меня хорошо, что плохо А вот теперь я сама не знаю, чего я хочу Кто такой, в чем дело? Не суйся, когда я с женой разговариваю В чем дело? Кто это такой? Руки убери! Успокойся ты! Че стоишь? Поехали, быстро! Если все отлично, хорошо, а потом Катюша, а ты не видела случайно такую большую белую кастрюлю? Не помню, куда я ее делала А ты ее разве не выкинула? Да, точно, а в чем я теперь буду компот-то варить? Хорошая была кастрюля Ну подумаешь, там вмятинка маленькая на боку Ну так сделаешь что-нибудь, не подумаешь, а потом жалеешь А иногда бывает и всю жизнь жалеешь Отлично Ты сравниваешь мой брак со старой кастрюлей Кастрюля была хорошая А я не могу поверить, что моя дочь совершенно не думает о будущем Разводится в том, например, потише, а А чего Машка рано или поздно все равно узнает? Только не сейчас, хорошо? Ты забыла, что она выкинула? А если она из дома сбежит? Раньше она с отцом хоть разговаривала, сейчас видеть его не хочет Мам, я не знаю, как к ней подступиться А ты пристал со своими женихами, ты лезешь и лезешь все время Девочки! Не взяли потише А что ты прикажешь делать, если у твоей дочери ветер в голове? Потише Котенок, Кань Послушай, а может у тебя кто-то есть? Нет, мама У меня никого нет Плохо Надо искать Мам А что ты думаешь, что женихи прямо сейчас вот сами по себе появятся? Мам, я только что на развод подала А ты подыскиваешь Я готова Идем, Машуль Пока, Машонок Пока Пока, папа Счастливо Ну, Коль Ну, вот хоть ты на нее повлияй Аллочка Мне кажется, ты слишком сильно на нее наседаешь Честное слово Я не могу допустить, чтобы моя дочь осталась одинокой, разведенкой Да еще с ребенком на руках Так Ребенок, между прочим, давно на ногах И стоит на них довольно прочь Я не могу допустить Та- 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 Ты даже выяснить ничего не хочешь? О чем ты? Ой, ну не притворяйся. А что выяснять? Она замужняя женщина. У нее ребенок. Может быть, это кому-то не мешает, а мне мешает. Со мной больше такого не повторится. Но мало ли, какие могут быть обстоятельства. Какие обстоятельства? Все, давай смеем тему разговора. Антон, если одна женщина с тобой так поступила, это не значит, что Катя будет поступать точно так же. Лера, займись своими взаимоотношениями, ладно? Ладно. Антон, но я бы так не приставала, если бы не видела, как ты на нее смотришь. Я сам этого никак не ожидал. Да. Слушай, давай по делу. Если вдруг Катя откажется от раздела имущества. Подожди, ты меня спрашиваешь? Я что ли адвокат? Должны же быть способы какие-то, хоть надавить на нее. Допустим, я скажу и потребую, чтобы Маша жила со мной. А если ты не можешь сделать так, чтобы нас не разводили, по крайней мере, постарайся максимально затянуть этот процесс. Машуня, а давай сегодня после школы с тобой сходим куда-нибудь? Не хочу. Может быть, вы с папой сходите? Вы с ним несколько дней не виделись, а он звонит каждый день, Маш. Он говорит, что скучает. Не хочу я с ним никуда идти. Ну почему, Маш? Потому что вы оба предатели. Отстаньте от меня. Леш, посмотри, пожалуйста, так хорошо. Да, отлично. Вот так. Супер. А так? Здорово. Ну, может быть, ты хоть посмотришь на меня? Да я же говорю, все отлично. Ну, отлично, так отлично. Значит, так и пойду. Всем доброе утро. Доброе утро. Доброе утро. Доброе утро. Доброе утро. Катерина, сегодня все инструкторы будут заняться с клиентами в зале. У тебя индивидуалок нет. Ты будешь дежурным инструктором. Надеюсь, справишься. Конечно, справлюсь. Спасибо. А стажер дежурным инструктором? Саша, у меня к тебе есть рабочее предложение. Я отдаю распоряжение, все остальные их выполняют. Не обсуждаю. Как тебе такая мысль? Извините, Наталья Владимировна. Извините, Наталья Владимировна. Я отдаю капучино без сахара. Я правильно запомнил? Ну да. Аркадий, а что вы здесь делаете? Как что? Пью кофе с вами. А мне кажется, вы меня преследуете. Нет. Марин, вы очень много работаете. Выпить кофе, тем более поужинать. И у вас времени нет. И вот я решил, не важно, где ты пьешь кофе. Важно, в какой компании. Ой. Мне нужно идти. Марина. Я опаздываю на тренировку. И спасибо за кофе. Капучино без сахара, пожалуйста. Ну, наконец-то. Привет. Привет. Так, а что с настроением? Меня поймали перед клубом и попытались напоить кофе. Кто? Аркадий кто? Я такого второго неублюжего человека просто не знаю. Мне кажется, он милый. Да? Вот и встречайся с ним сама. И вообще ни с кем не собираюсь встречаться. Все надоело. Вот разведусь, все будет хорошо. У меня чудесная дочь, прекрасная работа. От мужиков одни проблемы. Ну, это просто декларация независимости. Ты это слышала? Света. Ты спишь, что ли? Он меня вообще не видит. Совсем, понимаете? Я, когда себе татуаж губ сделала, ты шарахнулась, когда увидела. А я с ним нос к носу столкнулась. Он вообще ничего не заметил. Я могу голая на работу уйти. Он и брови не поведет. Он меня не видит. Совсем. Может, он задумался? В чем? О проблемах мирового значения. У него два года как с работы выгнали, только есть забота, как на диване перед телевизором поудобнее устроиться. Он на этот диван гораздо больше внимания обращает. Когда сломается, тот сразу заметит. А я в противогазе могу ходить. Он и глазом не мркнет. Любовника заведи. Работает. Точно говорю. Я так не смогу. Тут я с тобой согласна. Ты не сможешь. Но хоть вид сделай. В каком смысле? Сделай вид, что у тебя есть любовник. Девчонки, ну как маленькие, правда? Покупай себе цветы. Попроси кого-нибудь. Ну, нас, например. Чтоб мы звонили тебе, когда муж дома. А ты будешь разговаривать с ним таким бархатным голосом, низким. И волноваться, как будто тебе есть что скрывать. Вот он вокруг тебя забегает, точно говорю. Вот еще неизвестно, что лучше. Недостаток внимания, либо переизбыток. Моя мама решила найти мне нового мужа. Вот вам смешно. А я теперь на работе буду только отдыхать. Пью этих безумных идей. Ой, какая у вас тут красота. И даже кафе. Мне кажется... Тебе не кажется. Здравствуйте, девочки. Здравствуйте, Алла Юрьевна. Мне сейчас опоздали. А вот если бы ты не разбила машину, в который раз? В четвертый? Ехала бы сейчас сама. Так я не виновата. Эта машина выскочила прямо на меня. Эта машина ехала по главной дороге. Это ты на нее выскочила. Алина. Ну, извини. Чего ты хочешь? Я вчера такую шубку мерила. Эта шубка. Эта шубка, Фил. У тебя их уже штук шесть. Куда тебе еще? Шесть? Это нормально. Андрей, останови. Бешком пойду. Поезжайте. Так, я передумала. Едем в фитнес. Но сначала мне нужно заправиться. Кать, 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 котенок. Подожди-ка. Скажи мне, а почему мужчин-то так мало? Мам, ты пришла в то время, когда домохозяйки занимаются. Если хочешь папе замену подыскать, вечерком приходи. Не хами матери, я не для себя стараюсь. Мам, ну правда, прекращай уже с этим. Ты за такие деньги купила абонемент, давай вперед заниматься. Так, это че такое? Не, ну нормально, а? Стажер дежурным инструктором. Так мы до уровня подвальной тренажерки докатимся. Паш, ну ты вообще меня не слушаешь, что ли? Ну брось ты эту книжку. Ты вообще слышишь? Я думаю, даже тебе не нужно рассказывать, кто это. Кто там будет дежурным инструктором, мне наплевать. Вообще, у меня начинаются занятия. Так что оставляю тебя наедине с твоей злобой. Вот что, тебе вот твои легенды театра важнее, чем то, что происходит у тебя под носом? О, театр. А любите ли вы театр, как люблю его я? То есть всеми силами души своей, со всем иступлением, как молодость, которая жадная и страстная, до впечатлений изящного. Пошел к черту. Алина Сергеевна, может лучше домой? Я сама решу, что мне лучше, окей? Окей. Какой черт эту хрень на дороге поставили? Убери это! Вы извините, на тренажер нельзя передвинуть. Мне можно! Убирай! Успокойтесь, я сейчас поцелу менеджера. А вы, пожалуйста, пройдите в кафе, выпейте чайку. Ничего я пить не буду! Паш, убери эту хрень отсюда! Вот это? Да. Ну, я бы с радостью... Давай я уберу, только сначала сходим ко мне на йогу. На йогу? Конечно, все собрались, вас ждут. Ну ладно, да, меня всегда все ждут. Пойдем. Катя, а смотри, как красиво мужчина все уладил, а? Посмотри, симпатичный такой. Мама, угомонись. Ага. Паш, зал в другой стороне. Алиночка, я готов с вами позаниматься в любой другой день. Когда вам будет удобно. Это почему? Мне кажется, вы сейчас не очень можете держать равновесие, сконцентрироваться. Я? Я? Смотри! Не стоит, я прошу вас. Алина Сергеевна, давайте поедем домой. Отвали, он мне что, занятия снимут. Я вам занятию, милочек, вы еле на ногах стоите. Алина Сергеевна, нам пора. Да отвали ты! А ты что смотришь? Губы сотри! Вот теперь нам точно... А-а-а! Ну, я так и знал. Аннулировать карту. Хорошо, Наталья Владимировна. А-а-а! ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Сатт-нам, сакт-нам, до следующего раза. До свидания. До свидания, учитель. Спасибо. Павел, разрешите вас поблагодарить за прекрасное занятие. Да. Вы лучший инструктор из тех, что я видела. Ну, что? У вас, наверное, большой опыт в занятии йогой. Ну, как... Ну, поверьте мне, есть с чем сравнивать, да. Кстати, скажите, а вы правда чемпион России по этому йогу спорту? Есть такое. Да? Потрясающе. Ваша жена, наверное, вами очень гордится, да? Да нет, я не женат. Как это? Этого не может быть. А, кстати, о победителях. Вы знаете, что Катерина, она серебряный призер России по теннису, да? Я очень рад. А кто это? Как это? Катерина Лебедева, моя дочь. Что, не знали? Серьезно? Да? Не знал. Современное поколение, современная молодежь. Работайте бок о бок, а ничего друг о друге не знаете. А знаете, как раньше было? Мы с семьями дружили в гости, друг к другу ходили, да. Павел, кстати, а приезжайте как-нибудь к нам на ужин, да? Вам будет о чем поговорить с Катериной? Не знаю, даже. А что? Мне очень удобно. Ой, Павел, вы даже не представляете, от чего вы отказываетесь. Вы знаете, какая у Катерины прекрасная выпечка? Как она... Так, вот по поводу выпечки в этом помещении не стоит говорить. Да, я понимаю, понимаю, я понимаю, здоровый образ жизни, здоровое питание, понятно. Но иногда-то можно. Вы знаете, я пойду, наверное, до следующего раза. Спасибо, еще раз. До свидания. Ужин готов. Я чуть не хочу ужинать. Уго, какая же зата. Откуда? Мне подарили. Кто подарил? Один знакомый. Прикольно знакомый. Па, ты слышишь, тут маме знакомый мужчину связи дарит. Понятно. 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 Твою мать! Что Юлька спрашивала? Ничего. Смотри свой матч. Машуня, ты готова? Ой, Катерина, наконец-то! Мамуль, это Марина. Добрый вечер. Здрасте. Ты не предупредила, что у нас к ужину гости будут? Да вы не переживайте, мы сейчас уходим. Маню минуточку. Как жаль. Мам, ужинать мы не будем. Где Маша? Аня с дедушкой в кино шли. Подожди, как в кино? Я звонила, ты мне сказала, что Маша дома. Ну вот как-то не собирались, потом взяли и пошли в кино. Мам, а у нас гости? Это племянник моей подруги. Он кое-что мне привез передать. И, конечно, я пригласила его по ужинам с нами. Мам, опять? Не кричи на мать. Катерина, имей, пожалуйста, хоть капельку приличия. Надо пойти и познакомиться. Мальчик хороший, юрист, между прочим. Мама, это невозможно уже становится. Да, обложила тебя мамуля со всех сторон. Марина, я тебя умоляю, пожалуйста, останйтесь, пожалуйста. Кать, мы так не договаривались. Что я с вами буду делать? Что ты будешь делать? Меня спасать. Да. Развеялись называется. Миша, Михаил, поухаживайте, пожалуйста. Я сейчас. С удовольствием. И потом я понял. Сделать ремонт, это полдела. Вот подобрать мебель. Вот главная задача. Подобрать мебель. Так. Вот. Дорога, вам... Да, конечно, конечно, с удовольствием. И себе. Конечно. Я показываю вам ухаживаю. Спасибо. Потому что мужчине первому. Так, пожалуйста. Девочки, сами разберетесь. Эти аджички домашние вкусные, потрясающие. Да, да. Спасибо. Спасибо. Я просто люблю, когда все красиво. Расскажите, Михаил, как вы справились с задачей к подбору мебели? Я уже боюсь, что однажды я приду домой, мама мне представит какого-нибудь мужика, скажет, что это мой муж, что в ЗАГСе она договорилась, и нас уже расписали. Ой, да ладно тебе. Ну, этот-то вроде нормальный мужик. Да не в нем дело, Марин. А в ее неуемном желании быстрее замуж пихнуть. А мне Михаил понравился. Такой изысканный, элегантный. А я в улучшенном вечер с дочкой провела. Компот будешь? Да. Еще неизвестно, сколько этот жених здесь будет торчать. Кстати, о женихах. Пора звонить нашей... нашей коварной изменнице. Эй, вы что делаете? Ну, тебе. Да вы что, вы говорите? Алло. Да. Привет, детка, это я. Надеюсь, твой муж рядом, готов умирать от ревности. Нет, сейчас не совсем удобно говорить. Я же просила не звонить мне вечером. Да, да. Завтра, как договаривались. Свет, чуть тише, я не слышу ничего. Это бесполезно. Я не понимаю, что там будет. Я говорю, это бесполезно. Завтра же откажешь. Давай, пока. Ты веришь, что это все сработает? Со Светкой-то не знаю. Там какой-то явно тяжелый случай. А, кстати, вот твою проблему решить легко. Если тебе не нравится, Михаил. Ну, тогда я готова забрать его с собой. Мариша, я твоя должница. Вот у нас в театре тоже была такая разборчивая, как ты. Гримюрша. Да, да. Какие только мужчины к ней не сватались. Видные, какие солидные. Не, она все кочевряжилась. Да, кочевряжилась. Да, на пенсии одна. Мне девчонки рассказывали. Нет, примите, вот это Миша не понравилось. Ну, занудный. Немножко. Че-то смеешься-то все. Ну, Паша, да. Ну, ведь красавица. Красавица. Галантный. Маша-то галантный. Потом он, твой коллега, будет о чем поговорить. Ага, ну так вот, да. Ой, ну наконец-то. Я надеюсь, ты при Маше оставишь свои разговоры, ладно? Привет, Мушонок. Мушонок, привет. Машуля, ты чего там села? Да давай к нам. Чай будем пить. У нас пирожок есть. Не хочу. Ну, тебе фильм-то понравился? Нравилось. А про что фильм? Не про что. Вау! Да мы гостей ждем. Да, гости-то у нас уже были. Были, папуля. Вот только ушли, пирог не съели. Так что вся надежда на тебя. Ну, я. Ваши надежды немножко оправдают. Машенька, может, ты возьмешь трубку? Не, ну, честным словом, некрасиво. Папа весь вечер звонит, но... Не хочу. Машуля, чай, пирожок. Катюш, не расстраивайся. Папа. Все как-нибудь, ну, наладится и... Да когда? Все только хуже становится. Это еще Машка про развод не знает. Пусть Катя сама решает, что лучше, что хуже. Ей не надо, не советуй. Причем так настойчиво. А ты-то куда? Кто все это есть будет? Боюсь, что мне одному это не под силу. Ну, понятно. Не нужна я никому. Ни я, ни советы мои, ни пироги. Вот сейчас Кирилл бы был, все бы съел. Знаешь, хороший аппетит Кирилла. Еще не повод заставлять Катюшу вернуться к нему. Катюшу вернуться к нему. Кот. Ну, как тебе? Красиво. Ты же даже не посмотрел. Ты какой-то грустный, а? Что случилось? Машка не отвечает на смс-ки. Он же ребенок. Пообижается и перестанет. Ты долго еще? Все, больше ничего мерить не буду. Хорошо, ты это берешь. Тебе нравится? Я не знаю. Все, ладно, переодевайся и увидим. Давай, это жарковато, что ты здесь. Привет, девчонки. Здрасте. Здрасте. А что у меня есть? Угощайтесь. По маленькому кусочку. С яблоками. Ничего не будет, мой любимый. Я не буду. Ну, как хотите. У нас с тобой вкусы во всем совпадают. Ты знаешь об этом? Я очень люблю. Угощайтесь, пожалуйста. Что это? Это очень вкусно. Нет, спасибо. А был бы жив Андрей Александрович, он бы ни за что не отказался. Вы что, знали Миронова? Конечно. Мы служили в одном театре. Была такая история. Мы поехали в бар. И? Ой, представляешь, до трех часов ночи сидели. И что? Он такой аккуратный. Аккуратный. Изысканный. Марин, ну, я никогда тебя не видела такой романтичной. Знаешь, при таком внимании к деталям, он просто не может быть плохим любовником. Ну уж, поверь моему опыту. Привет. Ой, привет. Привет. Ну что, скандал был? Девушка, его вообще ничем не прошибешь. Угу. Ясно. Ну что ж, значит, переходим к тяжелой артиллерии. Берешь красивого мужчину на шикарной машине и он тебя подвозит прямо к дому. Причем, нужно подгадать момент, чтобы твой муж точно увидел. Он у тебя из дома выходит? Собака гуляет. Вот. Значит, на глазах твоего изумленного мужа и собаки красивый мужчина на шикарной машине подвозит тебя прямо к подъезду. Открывает перед тобой дверь, целует тебе руки. Ну, в общем, там, по ситуации дальше сориентируетесь, я думаю. Так вот, если твой муж на это не среагирует, разводись. План, конечно, хороший. Главное найти мужчину. Слушай, а ты попроси вот этого, ты с ним на празднике еще была, как его? Олегу, что ли? Да, да, да. Он же хотел с тобой встретиться, ты говорила, помнишь? А ты отказала ему. Вот, а теперь встретим. Я думала, он не согласится. Если правду скажешь, точно не согласится. А ты просто предложи встретиться. Ну, и чтобы он тебя до дома подвез. Ну, типа свидание у вас. Это нехорошо. Нехорошо, дорогая моя. Это когда твоему мужу все равно, что ты в одних трусах на работу уходишь. Марин. Что Марина? Марина, вам результат нужен или правила хорошего тона соблюсти? Скажи, а ты так вот со всеми своими мужчинами поступаешь, да? Девочки, про каждого из своих мужчин я знаю, что очень скоро он станет бывшим. Поэтому церемониться с ними мне совершенно неинтересно. Светка, у тебя нет вариантов. Ладно. Я позвоню Олегу. Вот и молодец. А вы работаете. Спасибо. Давай уже увеличим нагрузку. Худо. Ой, как тяжело после полубессонной-то ночи. У меня был день рождения. Мы с девочками решили его, ну, немножечко отметить. Мне тогда исполнилось. Да. Ну, впрочем, это не важно. Я пригласила их к себе в администраторскую. Мы купили шампанского. Ну, Андрей Александрович, это что? Рассказываю. Мы купили шампанское. Вот только решили его открыть, чтобы по чуть-чуть. А вдруг открывается дверь. И на пороге стоит Андрей Александрович. А за ним почти вся труппа театра. Обалдеть. Да, он строил у меня шикарный, грандиозный праздник. Он подарил мне большую корзину моих любимых стульпанов. Да, и он читал мне свои стихи. Он посвятил стихи лично вам? Да. Хотите, я вам могу перенести, прочитать. Да вы что, серьезно? Конечно, хочу. Здорово. Спасибо. Это что, я все съел? А я никому не скажу. Вот это правильно. Спасибо. А стихи я жду. Надо же, а? Да. Вкусно? Это очень вкусно. Спасибо. Субтитры сделал DimaTorzok Олег. Алло. Это Олег. Здравствуйте. Да, это Светлана. Да. Иду, иду. Опа. Привет, папа. Привет. Давай, заходи. А где Машка? Мультики смотрит. Уроки сделала, я проверен. Пап, что бы я без тебя делала? Спасибо. А мама где? Я думал, вы вместе придете. А мама у нас осталась на вечернее занятие. О. Слушай, Катюш, я обеспокоюсь. Не слишком ли она себя перегружает? У ее-то в возрасте. А она с вами днями там пропадает. Пап, спокойно. Для того, чтобы мама себя не перегружала, есть специально обученные люди. Инструкторы. А по мне, я просто счастлива, что у мамы появилось хобби. Она хоть не мучает меня поисками жениха. Хо. Че? Че? Устала? Еще как. Ну, тогда давай в ванну, ручки мыть за стол. Все горячее. Так, быстрее. Пап, ты со мной как с Машкой. Ребята, ну что ж вы по сторонам-то не смотрите? С вами все в порядке? Ой, да, спасибо. Ой, а я вас видела. Вы, по-моему, в нашем доме живете, да? Да. В соседнем подъезде. Меня Антон зовут. А меня, Алла Юрьевна, очень приятно. А я вас видела с женой. Она у вас очень очаровательная, прелестная, молодая. Нет. Это моя сестра Лера. Что вы говорите? Ой, Антон, вы не могли бы мне помочь домой донести, что я так перепугалась? У меня ноги подкашиваются. Давайте. Спасибо. Давайте. Спасибо. Скажите, а давно вы в нашем доме живете? Ой, ну недавно. Хотя, какой недавно? Пять лет уже, да? Пять лет. Пойдемте. Пойдемте, пойдемте. Вы, вы обязательно должны с ней познакомиться. Да? Да. Да. Спасибо. Ой, котенок, привет. Антон, заходите. Заходите, заходите. Катюша. Познакомься, это Антон. Наш сосед. Он любезно помог мне донести сумки. Это Катерина, моя дочь. Очень приятно. Кать, смотри, что у меня есть. Я теперь буду дома заниматься. Мама, осторожнее. Мама. О, осторожнее. Антон, познакомьтесь. Это Николай Сергеевич, мой муж. А это Антон, наш сосед. Очень приятно. Надо выпить. Мам. Чаю. Мы столько лет живем вместе по соседству, и ни разу не выпили, Коль. Ну, что ты стоишь? Иди, ставь чайник. Иди, иди. Иди. Давайте. Знакомьтесь. Похоже, твоя мама не в курсе, что ты замуж. В каком смысле? Пока мы поднимались, она рассказала про все твои положительные качества. Либо она профессиональная сваха, либо не любит его мужа. Ты ничего не знаешь ни о моей маме? Да? Ни о моем муже, ни обо мне. И делаешь свои выводы. Расскажи мне. Катюша, Антон, делай! Не самый подходящий момент. Согласен. Да? Потрясающе. Давай встретимся сегодня вечером. В одиннадцать? Сегодня во дворе? Угу. Во дворе. Трясающе. Так. Да. А где Антон? Ушел. Тебя ни минуту нельзя оставить одну. Ты обязательно все испортишь. Мама, я тебя обожаю. А я вот сейчас тебя совсем не люблю. Правда? Не надо. А я тебя очень. Так сильно. Кот, ты какой-то грустный. Тебе нужно отдохнуть. Давай съездим куда-нибудь вместе. Не могу сейчас никуда ехать. С дочерью проблемы решать надо. Ой, нашел проблемы. Нормальная реакция ребенка на развод. Само все утрясется. Что? Сколько ты знаешь про развод? Кот, я случайно подслушала. Ты просто очень громко разговаривал по телефону. Тем более, ты же не стал скрывать от меня такую радостную новость. Правда? Правда. Ну вот. Тогда тем более, давай вместе куда-нибудь съездим и это отметим. Если ты знаешь про развод, ну должна же понимать, что никуда я сейчас ехать не могу. Решили, твоя жена так много хочет оттяпать. Вот, молодец. Самой наверняка уже любовник. Такой еще любовник. А ты думаешь, почему она решила подать на развод? А тебе не кажется, что ты лезешь не в свое дело, Рита? А ты что, ревнуешься в свою толстуху, да? Тогда и иди к ней. Ты куда? Стой! Куда ты пошел? Вернись! Слышишь? 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 Ты чего здесь? Я? Тебе. Решил отметить наш развод? Нет, я решил сделать тебе предложение, пока ты не успела со мной развестись. Наоборот. Как тогда? Уже темно было. Твоя мама не хотела выпускать, говорит, что ты спишь. А я тогда еще знал, если я не скажу и не позову тебя замуж, то будет поздно. Я, ну, с Маргаритой, Катьяна. Мы расстались, нам теперь ничего не мешает. Как тогда? С цветами на лихом коне. Тебе ничего не мешает. А мне мешает. Те 12 лет, что я прожила с тобой, мне мешают. И я знаю, к чему приводят твои широкие жесты. Уходи. И забирай все это. Захочешь пообщаться, то позвони. У меня своя личная жизнь. Тебя она не касается. Тебя она не мешает. И я знаю, к чему приходит. Ну, ты, ты мне мешает. Ну, ты, 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 ты. Ты, 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 ты. И я. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Привет. Привет. Как настроение? Должны были вчера с Антоном встретиться. А он не пришел. Ну, черт с ним. Ты же сама говорила, мужики тебе не нужны. Говорила, а вот он не пришел, и я поняла, что не нужны. А он нужен. Ну, так позвони ему. Может быть, у него случилось что-нибудь? Думаешь? Ну, а почему нет? Привет. О, привет. Я уверена, что если человеку что-то действительно важно, то нужно идти до конца. Но не всегда. Иногда гораздо важнее вовремя остановиться. Я сразу поняла, что ничего хорошего из этой авантюры с воображаемым любовником не получится. Лешка все равно ни на что не реагирует. И зато теперь мне все время Олег звонит и хочет встретиться. Ну, так и встреть интересный мужчина. Как у тебя все просто, Марин? Это у тебя все слишком сложно. Девочки, прекращайте. Так, ладно. Я передумала заниматься. Мне уже ехать надо. У меня много хлопот. Свет. Еще одно не настроение. А мне кажется, ты с ней слишком резко. А она со мной как? Запуталась в своих мужиках, а я почему-то виновата. Только ты не начинай. Ладно. У тебя вечером что-то? Михаил. Ты неисправима. Да. Чем огоржусь. Пока. Пока. Спасибо, что ты подвез. Не за что. Вообще-то, когда ты позвонил, я надеялся, что мы с тобой хотят поужинать. А, да? Ну, как-нибудь в другой раз, возможно. Пока. Мы с тобой увидимся. Я позвоню. Пока. Пока. Свет! А? Ой. Нет. Нет. Кто тебя подвозил? Подвозил? Коллега по работе. А твоя машина где? У клуба остального. А что, сломалась? Нет. Почему сломалась? Света. А? А ты хлеб купила? Ужин был фантастический. И у меня есть идеи по поводу десерта. Извини. Что-то не так? Нет. Все хорошо. Просто хочу убрать посуду. Я подожду. Только не задерживайся. Может, ты теперь мне время уделишь? Извини. Прости. Слушайте, ты не могла бы снять туфельку? Неужели первое, что ты хочешь с меня снять, это туфли? Я понимаю, что руки такие острые. Ты можешь случайно порвать обивку. Знаешь что? Что-то мне не хочется здесь больше ничего снимать. Лид, ну че? Ты как? Кардио-то еще осилишь? Конечно осилию. Почему бы и нет? Слушай, ну ты прям что-то сегодня светишься. Праздник, что ли, какой-то? У Димки вчера чек обнаружила из ювелирного. Серьги. Там такая цена. Да ты что. Ты знаешь, я даже не утерпела. Сегодня в магазин забежала. А мне продавщицы показали каталог. Эксклюзив. Единственный экземпляр. Да ладно. Я сфотографировала. Хочешь покажу? Конечно. Та-дам. Да они просто космос ли. Подарок на юбилей. У нашей серебряная свадьба не вообще. Слушай, он все время забывал. Никогда таких подарков не делал. Ой, хорошо, что в командировке. А то б я не выдержала, я бы себя выдала. Никакого сюрприза не было. Ой, надеюсь, и у меня будет когда-нибудь такой муж. Да будет, не переживай. Только хорошо, чтобы работал поменьше. А то все время по командировкам. Скучаешь? Угу. Очень. Не то слово. Вот сегодня из Питера прилетает. А потом в субботу опять на неделю куда-то. Вот так и живем. Лир, ты знаешь, вот с такими подарками, я тебе хочу сказать, неплохо живете. Пошли. Расслабляемся. Пошли. Здравствуйте, Алина. Мне очень жаль, но ваша карта аннулирована. Что? Прошу прощения, но вам придется покинуть клуб. Что ты сказала? Похренели? Знаете, кто я? Руки убери! Уроды! Кто? Аккуратнее можно? Ой, извини, пожалуйста. Привет. Привет и пока. Что, уже уходишь? Да, у меня график сегодня дурацкий. Одна персоналка утром, одна вечером. Что мне тут делать? Кать, сегодня проверка, владелец приехал, а ты дежуришь. Подожди, а Игорь Алексеевич приехал? Ну да. И опять без предупреждения. Так, а что я должна делать? Да ничего особенного. Наталья попросила тебя помочь в зале. Они сейчас пойдут смотреть зал. Пойдем? Да, пошли. Что это? Это свето розы. Я вижу, что розы. Что они у меня делают на столе? Курьер принес на твое имя. Представляешь, пишу, сижу отчет. А тут пришлось твоими розами заниматься, да? Кстати, я твои папки подвинула. Ничего? Нормально? Ничего. Но это, наверное, какая-то ошибка? Я же говорю, это тебе. Я бумажку подписывала. Твои розы. А от кого? Не знаю, анонимно записки. Я там не увидела. Слушай, это, наверное, твой муж, да, на педагоге? Ну, просто, когда мой накосячить, он все время с цветами приходит. Конечно, судя по такому букету, даже страшно представить, что... Извини, ты, кажется, писала отчет. Купили дополнительные степперы, перевесили зеркала и раздвину немножко тебе тренажеры. Молодцы. Что за перестановку? Игорь Алексеевич, здравствуйте. О, Александра, как всегда, очаровательно. Спасибо. Живая реклама клуба. Ой, ну... Это вот степперы? Саша, ты же вроде домой собиралась. Собралась, но передумала. Я даже догадываюсь, почему. А Наталья Владимировна... Да? У меня до вечера нет тренировок. Может быть, я помогу тогда девчонкам в клубе? Конечно. Наталья Владимировна, давай кафе проинспектируем, а то я не успел позавтракать. Конечно, Игорь Алексеевич. Пошли. Девушки, увидимся. Я пойду кофе попью. А как же девчонкам в зале помочь? Сами справитесь. В общем, это было так круто, что я тебе передать не могу. Такая красивая природа, такой шикарный спа-отель. И главное, что он целых три дня никуда не торопился. Никакой работы, никаких дел. Только я. Здорово. Я за тебя очень рада. Это еще что? А в это воскресенье мы на неделю улетаем на Санторини. На Санторини? Круто. Еще вот. Смотри, что он мне подарил. Подожди. Покажи. Смотри, что он мне подарил. Красивая? Очень красивая. Угу. Слушай, а я тебя давно хотела спросить, а сколько твоему менте лет? Сорок пять. Ты, наверное, думаешь, что у нас слишком большая разница в возрасте, да? Нет. Я ее вообще не ощущаю, эта разница. Митя, он такой внимательный, такой надежный. Надежный, это хорошо. Ну что, пойдем? Сейчас, я не готова, я... Иди. Давай, я тебя в бассейн вытожду. Хорошо. Сделай, пожалуйста, кофе. Ну и по рекламной кампании сроки поджимают, пора определяться. Осталось не больше двух недель. Понятно. Наталья Владимировна, простите вас к телефону по поводу нового оборудования. Я сейчас. Извини. Конечно, Наташа. Я пока с Александрой поговорю. Правда, Саша? Прошу вас, присаживайтесь. Принеси мне воды, пожалуйста. Ну вот, а то все заезжаю как ненадолго. С толком даже поговорить не удается. Ну да. Ну как жизнь? Хорошо. Сейчас разрабатываю новую программу силовых тренировок. О, новая программа, это очень хорошо. Вообще, работа это хорошо. А как с личной жизнью? Времени хватает? Ну, вот с этим сложнее. Саша, я ни за что не поверю, что вы такой красивой девушке, как вы. Ну что, пойдем? Пойдем. Саша, пойдемте с нами. Заодно расскажете мне про свою новую программу. Пойдемте. Ну, прекрасно. Саша, ой. Кстати, вы не в курсе, что случилось у наших соседей? А, в Атланте? Да, я слышала. Чей-то ребенок принес. Маленького игрушечного паучка. И оставил в раздевалке. Кто-то из инструкторов увидел. Испугалась, объезжала. Ой, я тут представлю целую неделю на море вдвоем. А вы в прошлом году с мужем тоже на санитарене были, да? Угу. Ну и как? Тебе понравилось? Очень. Митя говорит, что знает там все самые классные места. Что мы пойдем в самый красивый ресторан. С самым красивым видом. А клиентки выбежали. Кто в чем был в раздевалке? Администратор вызвала и полицию, пожарных. В общем, целая история. Да, смешно. Да. Но я надеюсь, что у нас ничего подобного не произойдет. Правда? Ну, конечно. У наших девчонок железная выдержка. И закат там сказочный. Правда, он так и сказал. И закат там сказочный. Укройте вас, помогите! Укройте! Это мое сердце! Нет! Это не доразумение. Сейчас, сейчас, секунду. Идут, поюзнул! Ну, такого вообще никогда не бывало. Да что ж это такое? Что это делается? Все! Похуй, я не говорю! Убери! Ну-ка. Дима, успокойся! Пусти! Пусти меня! Убокойся! Ляша, отпусти! Я больше ее не трону! Я к этой дряни даже не подойду. Лид, да что я тебе сделала? А ты вообще ко мне не подходи! Идите к чертям со своим Митей! Да при чем? Ты твой Митя! Да потому что твой Митя, это мой Дима! Что? Александра, я смотрю, у вас не только железная выдержка, но и молноеносная реакция. Даже сейчас вы выглядите великолепно. Ну, как и положено лицу клуба. Да, в прошлый раз мы с выбором не ошиблись. Спорт и красота. Вы, Саша, просто воплощение этого лозунга. А я думала, что теперь будут лицами клуба звезды шоу-бизнеса. Нет, никакого шоу-бизнеса, никаких актрис. Лицом клуба должны быть по-настоящему спортивные люди. Такие, как вы. Спасибо, Игорь Алексеевич. Спасибо вам огромное. Игорь Алексеевич. Извини, у меня совершенно нет времени. Очень много работы. Всего доброго. Дима, я не хочу это обсуждать. Я не хочу это обсуждать. Игорь Алексеевич, ты понял? Дима, я не хочу это обсуждать. Пока тебя жена домой пустит. Ты только хватит мне врать. Ты два года мне врешь. И не звони мне больше никогда. Вот, простите, Вадим Викторович, я не смог ее домой везти. Что на этот раз? Меня выгнали из фитнес-клуба. Из клуба Игоря? Да. Что ты такого успел натворить, чтобы тебя не побоялись выгнать из клуба? Они меня оскорбляли. А я, знаешь, я просто не могла смотреть спокойно на то, как твоего друга бессовестно обворолвают. В смысле? В смысле инструктора они берут деньги за персоналки просто так, мимо кассы. Без чеков. Я, конечно, сказала об этом и главной. А она тут же заблокировала мою карту. Вот. И я уверена, что они с ней делятся. Прости, я просто не знал. Тебе нужно было сразу сказать. Я хотела позвонить Игорю, но как-то неудобно. Что значит неудобно? Сейчас мы позвоним Игорю и скажем, чтобы он разогнал таких работников к чертовой матери. Еще какие-то вопросы? Да нет, Наташа, что ты, какие вопросы? Я, честно говоря, сюда приезжаю больше для того, чтобы отдохнуть, а не с проверкой. У вас здесь всегда полный порядок. Вы молодцы. Спасибо. Только, знаешь, ты не говори об этом никому, чтобы не расслаблялись. Конечно. Зайдешь к ребятам, прощаться будет приятно. Конечно, пойдем. Наташа, я догоню. Хорошо. Да, слушаю. Игорек, на меня тут дошли слухи. В твоем фитнес-клубе персонал решил, что у тебя много лишних денег. Свет, у нас гость, его нужно проконсультировать об условиях шхенства в клипе. Все. Проходите, знакомьтесь. Это менеджер по работе с клиентами Светлана. Привет. Итак, я потенциальный клиент вашего клуба. Теперь ты с чистой совестью можешь уделить мне немного своего рабочего времени. Извини, а что именно ты хотел бы узнать о нашем клубе? Ну, все. Какой у вас обеденный перерыв, а? Перерыв? Ну да. Ты же за пять минут не сможешь мне рассказать все о вашем клубе. Поэтому мы можем с тобой удалиться на деловой объект. Олег, прости за то, что я позвонила тебе тогда. Теперь я понимаю, что это было неправильно. Прекрасно сделала. Кстати, это еще одна тема, которую мы можем обсудить за мером. Ты какую кухню предпочитаешь, а? Домашнюю. Я не хожу в ресторан. Чего? Я и так хорошо готовлю. И зачем это баловство, я не понимаю. Никогда не смотрел на ресторан с этой точки зрения. Ну, если это баловство, то такую красивую женщину, как ты, приятно баловать. Для меня это оскорбительно. Почему? Я сказала, что я замужем, что мы не можем встречаться. Но ты позволяешь себе приходить сюда и делать мне вот такие комплименты. Для меня это оскорбительно. Света, у меня даже мыслей не было. Олег, уходи, пожалуйста. Слушай, я не хотел тебя обидеть. Я не думал, что так это воспримешь все. Как еще я должна это воспринять? Ну, как-то иначе. Я, например, себе представить не мог, что можно женщину оскорбить, назвав ее красивой. Зато, когда женщина сама пытается поменять колесо, мне кажется, это выглядит оскорбительно. Но одни и те же вещи люди могут смотреть совершенно иначе, как ты видишь. Можем это обсудить как-нибудь, если захочешь. Такие подружки, и вот на тебе, один муж на двоих. Ужас, правда? Да. Даже мне их жалко. Надо же. Ой, давай я тебе помогу. А что это мы такие добрые сегодня? Ты не заболела? А я знаю, кто будет лицом клуба в следующем сезоне. Поздравляю. Спасибо. С чем? Ладно, впрочем, это не важно. Игорь Алексеевич вами очень доволен. Большие молодцы. Ну, я, собственно, с этим сейчас всех и поздравил. Отлично. Всех вас уволить слишком дорогое удовольствие. Но если мне станет известно еще хотя бы об одном случае провода денег за индивидуальные занятия мимо кассы, я на такие расходы пойду. И еще. Я постараюсь, чтобы мой новый управляющий не допустил того, чтобы у меня воровали. А тебя я предупреждаю, что все клубы города будут в курсе о твоих левых доходах. Поэтому желаю удачи в поисках новой работы. Игорь, это неправда. Я уверена во всех своих ребятах. Это какой-то... А я не уверен в тебе. И я скорее поверю Вадиму, поскольку у него нет возможности меня воровать. Ясно? Возвращайтесь к работе. Да что этому Вадику в голову-то взбрело? Скорее не ему, а его женушке. А кто такой Вадик? Вообще-то это муж Алины. Это которая пьяный дебош устроила? Ну да. А ты думаешь, почему ее хамство столько терпели? Потому что этот Вадик друг Игоря Алексеевича. Так получается, что Алина просто мстит Наталье. Так нужно Игорю все сказать. Да не будет он слушать тебя. Стой! Ты что сидишь? Тебя бы он, кстати, послушал меня. А я что, идиотка так подставляться, что ли? Ты видел, в каком он состоянии? Нет уж, пусть Наталья сама разбирается. Стойте! Это что такое? Вы увольте лучше меня. Пожалуйста. Ты уволена. Вы понимаете, Наталья здесь ни при чем. Это я не смогла успокоить Алину. А при чем здесь Алина? Она приехала в клуб пьяного. Так устроила скандал. Разбила стеллаж. Она чуть не убила одну из клиенток. И Наталье просто у нее не было выбора. Она просто ее выгнала, понимаете? А Алина теперь ей мстит. Значит так, я не собираюсь слушать весь этот бред. Ты можешь искать новую работу. Наталья тоже. Подождите! Подождите, пожалуйста! Что? Есть запись с камер наблюдения. Лида, что происходит? Че? А? Что за бред про любовницу? Извините, пожалуйста. Тебя хватает наглости. Делать ведь, что ты ее не знаешь, да? Кого? Посмотрите на этого артиста. Лида, ты не мой, Митя. А че я? Дальше показывать? Да нет, хватит. Даже не знаю, что хуже. Узнать то, что ты зря уволил человека. Или то, что твой друг женат на такой. Так вы еще можете все исправить. Да я-то могу. А вот Вадик уже вряд ли. Чушь, ты почему трубу не берешь? С тобой вообще все в порядке? Что это за чушь про жену? Слушай, а Сережки? Ты же мне их купил. А как они у нее оказались? А Сережки? Что, Сережки? Сережки? Ксюша, я тебя очень люблю. Честно, честно. Но покупать вот такие с настоящими камешками, я квартиру должен продать. Извини. Подделка? Нет. Это копия. Ты женат? Я? Да. Ты с ума сошла? Нет, конечно. Твои настоящие. Ну, это я дома проверю. А пойдем в ресторан? Мне нужно еще полчаса, не больше. Да подожди ты, не торопись. В смысле? Слушай, ты уже очень давно у меня работаешь. Работала. Нет, работаешь. Я не понимаю. Да, я иногда могу рубить с плеча. И вчера тоже так получилось, но я думаю, что приличная денежная премия, она ведь исправит ситуацию, так? Нет, не так. Согласен, Наташенька. Я был неправ, приношу свои извинения. И денежную премию тоже никто не отменял. Ладно, извинения приняты. Спасибо. Да благодари свою новенькую. Кстати, как ее... Екатерина? Наверное. Где ты нашла ее такую бойкую? Спасибо. Привет. О, привет. Привет. Поприветствуем нашего героя. Да ладно. Ну, не скромничай. Ты правда молодец. Как дела-то? Нормально. Понятно. Что, Антон? Правильно? Как для других геройствовать, и правда добиваться. Это она может. А со своей ситуацией разобраться, это ему голову в песок. Что я могу сделать? Для начала, например, позвонить ему. Кать, ты правда решила разводиться с Кириллом? Не хочешь вернуться к нему? Зачем мне и нужен, а? Марин, погоди. Если с Кириллом точно все, тогда звони. Но если не уверена, то не осложняй себе жизнь еще больше. Звони, звони. 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 ЗВОНОК ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК и не хочет со мной разговаривать. Ну да. А этот Игорь просто гнался за тобой, так поговорить хотел, да? Работа-то другое. Да какая разница? Тебе важно разобраться, в чем дело? Ну, значит, иди до конца, и не придумывай себе отговор. И вот эта вот твоя Екатерина, она реально была серебряным призером чемпионата России? Ну да. А потом она ушла из порта. Слушай, она не слишком, она, ну, крупноватая для инструктора. Ну, это же дело время. А потом даже здорово, для клиента к такой комплекции. Очень комфортно. Не так комплексует. Да? Вообще, она хорошая девчонка. Упорная, работать умеет. Я думаю, надо со следующего месяца брать в штат. А где фотографии ты мне показывал? С корпоратива. Здесь? Так, может быть, ее и сделаем лицом клуба, а? Кого? Ее? А чего? Выглядит прекрасно. Чемпионка. Игорь, ну... Интересно. А что, можно попробовать? Интересная мысль. Ну, в этом сезоне. Вообще, конечно, первые впечатления обманчивы. Это точно. Ты о чем? Да о том, что повнимательнее надо быть к людям. Это точно. Привет! Привет, дорогая. Здравствуйте. А кто это? Ты что, его не знаешь? Он очень крутой. Да? Как его зовут? Я не помню, но он очень модный. Простите. А вы не объясните нам, что он делает? В смысле? Я совершенно не разбираюсь в современном искусстве. Вы ведь разбираетесь. Ну, естественно. Тогда, может быть, вы расскажете? Извини, дорогая, мы на минуточку. Вы зачем позорите меня перед моими друзьями? Это ваша подруга? Да, это моя подруга. Мы часто встречаемся на тусовках. Вы меня не представили, как ее зовут? Ее? Я не помню. Отлично. Вы не знаете, как зовут вашу подругу. Ваша подруга – знаток искусства. Не знает, как зовут автора, о котором все говорят. Здесь вообще никто ничего не знает. Это светская жизнь. Мне нравится. Терпите. Стараюсь. У вас плохо получается. Так. Всем до завтра. Пока. 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 У меня к вам две новости. Первую вы уже, наверное, знаете. Я по-прежнему ваш управляющий. И мы этой новости очень рады. И вторая. Мы с Игорь Алексеевичем определились, кто будет лицом клуба. Была ошибка искать звезд на стороне. У нас есть свои. О, это успех. Спасибо. Кать, поздравляем. Фотосессия через две недели. Поздравляю. Спасибо. Тебе спасибо. От меня лично. Так я просто сказала правду. И просто ты единственная, кто это сделал. Я вообще-то пытался вам сказать. Наталья Владимировна! Поздравляю. Простите, что порчу вам вечер. Согласен, данный вид досуга не совсем остин. Ну да, разумеется. Вы бы пригласили меня куда-нибудь на рыбалку, да? Представить вас удочкой у меня не хватит воображения. Я скорее просто пригласил бы вас в рыбный ресторан. Боже, какая скука. Рыбалка и ту веселей звучит. Впрочем, если вы оголодали, тут много закусок. Я видел. Это слишком экзотично. Да? Молодой человек, можно вас? Что это? Мясо змеи. На подушке из муравьев. Отлично. И как на вкус? Изумительно. А что у вас еще есть? ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА Марина, может быть, мы все-таки поедем? По-моему, мы достаточно приобщились к отклосту. Марин, привет. Привет. Давно не виделись. Было приятно повидаться. Ну, пока. Может, все-таки поедем? Аркадий, куда бы вы меня не увезли, я все равно буду в центре внимания. Привыкайте. Я оставлю вас на секундочку, хорошо? Боже, что это? Позовите, пожалуйста, повара. Что-то не так с вашим заказом? Я хочу поговорить с тем, кто это приготовил. Одну минуту. Могу я вам помочь? Я хочу увидеть шеф-повара. На сейчас. Что-то не так с блюдом? Нет. Ты не отвечаешь на звонки. Застать дома я тебя не могу. Я решила прийти сюда. Мы с тобой обо всем поговорили. Говорил ты. Мне сказать ты ничего не дал. И даже не пришел, когда мы договорились о встрече. Значит так, если мы сейчас не решим, где и когда мы увидимся, я устрою скандал. Прямо сейчас и здесь. С битьем посуды. Ты и посуду бить умеешь? У тебя есть шанс это выяснить. Я заканчиваю в 10 часов. Где и когда? Я сама зайду. Не хочу рисковать. А то вдруг ты опять передумаешь. Не надо. За счет заведения. Спасибо. Мясо было отлично. Спасибо. До свидания. Смотри, что делает, а. Принеси пиво, а, Света. Леша, а давай сегодня в ресторан сходим, а? Чего это вдруг? Просто так. Светная стелень готовить, дай проспит, закажем на все. Марина. Вы собираетесь возвращаться? Нет, не собираюсь. Почему вы мне сразу не сказали, что со мной? Чтобы выйти из галереи, мне нужно будет пройти через весь зал. На меня же все будут пялиться. Так вам же это нравится. Идите вы к черту. Уф. Да. Марина, ты я? Я счастлива. Выходите. Я, кажется, придумал, что нужно сделать. Надеюсь, вы не расстроитесь, что все будут смотреть на меня, когда мы пойдем к выходу. Субтитры создавал DimaTorzok о чем ты хотела поговорить? Хотела спросить, почему ты меня избегаешь. Я не люблю, когда мне врут. Я тебе никогда не врала. То есть не сказать всю правду, это значит не соврать. Ты о чем? Я о твоем муже. Тебе не кажется, нужно было упомянуть чуть-чуть пораньше об этом? Я и не упоминала моего мужа, потому что мы с ним не живем вместе уже давно. Да? Да. То есть он дарит тебе роскошные букеты, называет тебя своей женой? Он вообще в курсе, что ты от него ушла? Он не называет меня своей женой, потому что мы с ним официально не разведены. Но скоро это произойдет. Когда? Я подала на развод. Просто время нужно, понимаешь? Чтобы ребенку успокоиться. Чтобы мне как-то разобраться. Катя, я эти истории слушал три года. О том, что нужно разобраться. А теперь я разобралась, но извини, у мужа кризис на работе. Сейчас не время. Мне нужно подумать. Не дави на меня. Я в эти игры играть не буду. Хорошо, ты обещаешь, что когда я разведусь, и мы с тобой будем вместе, то ты заведешь себе любовницу. Да? Договорились? Зачем? Ну как, ты говоришь, что я буду поступать, как твоя бывшая девушка, значит, ты будешь поступать, как мой бывший муж. Но ты же понимаешь, что я про другое говорил. Слушай, я надела в жизни достаточно ошибок, поэтому не нужно на меня другие свалить. Я... Куплю тебе новую. Мне кажется, план по разбитой посуде мы выполнили. Зачем? Зачем? Субтитры сделал DimaTorzok 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 DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok 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 А вы уже знаете, что произошло. Ситуация крайне неприятная. Пока мне удалось убедить клиентку не заявлять в полицию, я сказала, что мы обойдемся собственными силами, но в крайнем случае придется возместить ущерб. А что, большой ущерб? Это не главное. Сейчас ваша задача убедить клиентов в том, что вор мы нашли. Чтобы паника поутихла. А то мне уже передали, что некоторые интересовались, возможно ли вернуть деньги за абонемент. Конечно, найти часы будет очень сложно, практически невозможно. Клиентка пробыла в клубе более четырех часов. За это время в раздевалке побывало много народу. Вы знаете, камер там нет. Так что, ребят, если кто-нибудь что-нибудь узнает, немедленно сообщите мне. Это все. Оль, так а ты-то свой браслет нашла? Нет, а что? Ой, Саш, да это вообще не имеет к этому никакого отношения. У меня там этот браслет копеечный, а часы дорогущие. Ну, все равно. Здравствуйте. Привет. О, привет. Позанимаешься со мной сегодня? Спасибо. Ну, если ты не будешь капризничать, может быть, позанимаюсь. Я не буду капризничать. От тренировок с тобой такой результат. Да? Да уж. Результат действительно впечатляет. Слышала? Спасибо. Пожалуйста. Скажите, а вы давно занимаетесь в этом клубе? Три года. Три года? А я новичок. А вы бы моим гидом не побыли сегодня? К менеджеру обратитесь или вон к Ирине лучше? Ну, может быть, в другой раз? Вряд ли. Ну, если вдруг передумать... Я не передумываю. Всего доброго. Вот это да. Что да? Такой мужчина к тебе подкатывал. Главное, лысый, как ты любишь. А нет, простоватый Аркадий всех затмил. Так, Аркадий не простоватый. Сама так называла его. А в его, между прочим, неловкости есть даже какой-то шарм. Пойдем тренироваться. Есть. 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 Я надеюсь, что. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Так я и думала. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ну, как же хорошо вот так, среди рабочего дня, выйти прогуляться. Дается? Да. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Пылевых цветов ты мне еще не дарил. Надо обязательно восполнить этот пробел. Кто здесь, в городе, с переводными цветами напряженка, надо за город ехать. О, я уже и забыла, когда я была последний раз за городом. Давайте все больше всего издали. Ну, буквально несколько часов. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Я такие места знаю. Хорошо. Я что-нибудь придумаю. Отлично. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Давайте, улыбайтесь, ребята, улыбайтесь. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Самый счастливый день в вашей жизни. Скажите, цирр. Отлично. Удивительно, как весь этот официоз может совершенно разрушить отношения. Интересно, как скоро закончится весь этот романтический период, и начнутся обычные трудовые будни, ссоры и скандалы. Почему обязательно скандалы? Бывают и удачные примеры. Ну, ты, например, много знаешь абсолютно счастливых пар, которые со временем не превратились бы в двух людей, озлобленных и недовольных жизнью, а? Я, например, нет. Я не могу вот так сразу сказать из личного окружения. Но мне кажется, многие пары выглядят вполне счастливыми. Может, это только со стороны так кажется? А внутри тщательно скрываемые ссоры и скандалы. Ира. Да. Как? Ей зарядка. Сейчас посмотрю. Да, вот. Отлично. Спасибо. Привет. Ты звонил. А как ты относишься к запеченной форели? А к артишокам в белом вине? Ну, можно я отвечу, когда попробую? Можно. Есть шафран? Нет, 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 свежий. Скажи, а еще будут вопросы о моем предпочтении? Ну, еще штук сто или двести. Ты знаешь, я вдруг понял, что я ничего про тебя не знаю. Ты решил сразу все выяснить в одном телефону разговор? Честно говоря, я просто соскучился. Я тоже. Слушай, мне просто сейчас неудобно разговаривать. Я обещаю, что вечером отвечу на все твои вопросы. Хорошо, ладно, пока. Можно я здесь оставлю телефон заряжаться? Да, только звук выключи, чтобы не мешало. Здравствуйте. Здравствуйте. Я бы наше место не оставляла здесь телефон заряжаться. Вы бы спрятали куда-нибудь подальше. Да нет, ну что вы, Ксюша. Ксюша, это было недоразумение. Скорее бы нашлись эти часы. Это правда. Что ты собираешься делать? У меня есть два варианта. Первый. Я звоню Наталье, она вызывает полицию. Я показываю им эту запись, они обыскивают твой шкафчик и находят там часы. Ведь они же еще там. А еще я говорю полиции, что видела на тебе браслет, который пропал у Оли. И они едут к тебе в квартиру, устраивают там обыск. И я уверена, что они найдут там не только браслет. Нравится такой вариант? Нет. Отлично. Тогда есть другое предложение. Какое? Ты отдаешь часы мне, и когда я тебе скажу, подходишь к Наталье и говоришь, ну, тебе так неудобно и все такое, но ты видела, как Катерина пыталась вскрыть шкафчик, из которого пропали часы. Какая Катерина? Катерина Лебедева, инструктор. Я не могу. Я отдам часы и браслет отдам. Я все отдам, но зачем на нее-то? Третьего варианта нет. Так какой вариант ты выбираешь? Первый или второй? Второй. Не слышу. Второй. Чудненько. Марина, я вообще не усыпаюсь, понимаешь? Антон заканчивает поздно. Я просыпаюсь рано. Сейчас вообще раньше обычного. Чтобы быстрее к дому успеть, пока Машка не проснулась. Он встает в какую-то невообразимую просто ради. Я просыпаюсь вместе с ним. Честно говоря, я не понимаю, почему я до сих пор это терплю. Может быть, ты влюбилась? Вот еще. Так, у нас с тобой сегодня два подхода по двенадцать. Ага. А у твоего Антона всегда такой график? Ты знаешь, это как раз сегодня выходной. И он обещал мне устроить фантастический ужин. Я не пойму, ты жалуешься или хвастаешься? Так, не отвлекайся. Ноги шире, дышим ровно. Привет, спортсменки. Привет. Ну что, вы решили, мы едем в субботу? А ты знаешь, пока нет, не решили. Ты рассказывай, как ты им. Что, замечательно? Ну, судя по тону, прекрасный принц оказался не идеальным. Надо заканчивать эти встречи. Почему? Он против серьезных отношений. Был уже женат и явно больше не хочет. Ну что? Ну как-то что, я рискую своим браком, не ради чего? Ты со своим Олегом не спала еще даже. А уже о браке говоришь. Марин, бессмертно и только вокруг секс вертится. Ну, это понятно. Только даже ты, когда туфли покупаешь, ты их примеряешь. Так, не накручивай ее. У нас подход с тобой. Угу. Свет, слушай, а что, он действительно против серьезных отношений? Так, чтобы просто он намекнул. И очень недвусмысленно. Если тебя это волнует, спроси прямо. Как можно прямо спросить? Это неудобно. Знаете, в чем ваша проблема, девочки? В том, что вы все время пытаетесь быть удобными женщинами. Вместо того, чтобы моментом наслаждаться. Свет, еще вес добавишь, в меню инструктора. Хорошо. Прости, прости. Кать, ты чего так суетишься? Куда-то торопишься? Ну, можно так сказать. В общем, на вечер большие планы. О, хорошего вечера. Спасибо. Так. Пока. Пока. Ой, Кать, подожди. ПОДПИШИСЬ НА ИНОСТРАНСКОМ ЯЗЫКЕ ПОДПИШИСЬ НА ИНОСТРАНСКОМ ЯЗЫКЕ ПОДПИШИСЬ НА ИНОСТРАНСКОМ ЯЗЫКЕ Папуля, привет. Папуля, привет. Ой, как вкусно пахнет. Вот только жаль, не смогу с вами поужинать. Подождите, а ты... А вы куда? Подожди, мам, ты же мне сказала, что ты останешься с Машей, посидишь. Нас пригласили в гости, это за городом, мы там останемся ночевать. А кто у нас? Все, нам некогда, Коленька, пойдем, пойдем. Нет, Катюша, если ты хочешь, то мы можем... Мы не можем, Коленька, пойдем, пойдем, дорогой. Пойдем. Хорошего вам вечера. Попробуй. Соль, нормально? Угу. Давай, степь на стол. Мама! Маша Уля. Смотри, что мы с папой делаем. Скоро все будет готово. Можно садиться. Да. Спасибо. Но мне нужно уйти сейчас. Ну, мама, ты посмотри, как все красиво. Да, и полезно. Салат, и креветки вкусные в остром соусе. Как ты любишь. Это не форель. Честное слово. Мама, ну ты попробуй хотя бы. Не надо нам было уходить. Коль, зачем им мешать? Слушай, а ты уверен, что Катюша ему обрадовалась? Конечно, обрадовалась. А нет, так потом обрадуется. Я тебе много раз говорила, Коленька, женщине, в ее возрасте неприлично быть одной. Да, но оставляйте с мужчиной, который так ее обидел. Ну, почему одной? Ты ведь сама говорила, что у Катюши появился поклонник. Так этому радовалась. Конечно, не радовалась. Ну, неизвестно, что из этого получится. Мужчинам вообще верить нельзя. Угу. Спасибо тебе. Ну, только Коля, 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 что ты, дорогой мой? Таких, как ты, вообще не осталось. Ну, что ты? А потом Кирилл ее муж. У них ребенок. Да, наверное, для Маши так будет лучше. Ну, конечно. Пойдем. И не спорь со мной. С тобой поспоришь. Хочешь, не кричи на меня. В следующий раз. Мам, ты куда? Я? Руки помыть. Угу. Машка, клади. Вилка слева, ножик справа. Вилка слева, ножик справа. Добрый вечер. Вы ко мне? Да. Ну, проходите. Да нет, я вижу, вы уходить собирались. Я лучше в другой раз за это... Нет, нет, ничего страшного. Проходите. Все. Готово. Маш, давай блюдо. Не нужно уйти. Пожалуйста. Куда? Куда? Воду купить. Минеральную. Так у нас же все есть. Правда, Маша? Да. Да. Но мне нужна особенная вода. Фирмы определенной. Спортивный врач диетолог посоветовал. Так. Я быстро. Катерина не видела? Она ушла уже. Ее смена закончилась. Идем со мной. Давай. Привет, Алла. Привет. Я на минутку. Подожди, я приготовил нам ужин. Да я знаю. Ну, просто мне, в общем, семейные дела. Маш, я пошла. Пока. Кать, постарайся побыстрее. До меня дошла информация, что Екатерина может быть причастна к краже часов. Да быть такого не может. Ну, это же бред. Да, мне тоже. Очень неприятна эта ситуация. Я хотела попросить ее приехать, но дозвониться не могу. Поэтому я вынуждена осмотреть ее шкаф в вашем присутствии. Который из них? Так, мы-то откуда знаем? Мы не знаем. Вот этот. Да. Ну, что, хотите обыскать ее шкаф? Так, подожди. Аталья Владимировна, если интересно, конечно, мое мнение, то, я думаю, нет никакой необходимости. Вот это да. Даже я от нее такого не ожидала. Честно говоря, я тоже надеялась, что завтра мне придется перед ней извиниться. Аталья Владимировна. Аталья Владимировна. Аталья Владимировна. мне всегда мечтала. Класс. Ты шикарно будешь в нем выглядеть. Никогда не понимала этого желания людей намеренно усложнять себе жизнь. А мне казалось, ты любишь трудности. я люблю преодолевать трудности, а не создавать их. И получать удовольствие от жизни. Ты же мне в этом поможешь сегодня? Я всегда готов помочь даме. Давай рассчитаемся. Да где уже этот официант? А куда ты торопишься? Остаться с тобой наедине. До меня еще час по пробкам добираться. Поехали ко мне? Это совсем рядом. Ну ты меня уморить решил? Когда ты будешь утром меня в моей квартире, я могу еще потом поспать. А так мне что, с тобой в такой рань выезжать? Это что? Ключи от моей квартиры. Так всем будет удобнее. Ты можешь спать сколько хочешь, а мне не надо рано вставать. Так, пора это заканчивать. Что? Почему ты решил, что ради тебя я буду становиться удобной женщиной? Какой? Мы с тобой едва знакомы, ты мне ключи от своей квартиры предлагаешь. А дальше что будет? Может быть мне переехать к тебе? Чтобы тебе удобнее было. Было очень вкусно, пап. Спасибо. И за мороженое. Я рад, что тебе понравилось. Завтра приеду за тобой. И отвезу тебя в школу. Хочешь? Нет, не хочет. Я собиралась это сделать сама. Мам, ну, можно папа меня завтра завезет в школу? Ну, пожалуйста. Ну, раз ты так хочешь, то пусть папа завезет тебя в школу. Хорошо? Спасибо. Ну что, ну, давай иди, попрощайся с папой. Пора спать, уже поздно. Вы все устали? Спокойной ночи. Спокойной ночи. Спокойной ночи. Пока, пап. Ну что? Поужинала? Мороженое налопалось? Давай, марш в постель. Мам, а почитаешь мне? Мышонок. Ну, конечно, почитаю. Давай, бегом зубы чистить, выбирать книжку. Мама почитает тебе. Мама почитает тебе. Мама почитает тебе. Мама почитает тебе. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok ДimaTorzok 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 Маша, Маш, детка, просыпайся. Машуль, вы проспали. Давай, 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 давай. Иду. Доброе утро. Доброе утро. Страна. А мы проспали. А я вижу. Давай, быстренько, собирайся, еще успеем. Давай. А где мама? Да здесь ее. Проспали. Да я знаю. Доброе утро. Да. Ты чего? Так, ничего. Мам, я кофту найти не могу. Маша, я свою тоже. Да. Нет. Нет. Мам, а ты меня сегодня после школы заберешь? Да, конечно. Нет машины, я скорее всего не успею, бабушка придет. Я успею. Хочешь, я тебя заберу? Ура! Пока, мам. Пока, детка. Так, давай. Хорошего дня. Тебе тоже, спасибо. Езжай, опоздайте. Привет. Ты прости, я просто вчера уснула, пока Маша читала. Кась, я все видел. Что ты видела? Твой муж ночевал у тебя дома. Нет, не было никакого мужа. Но он потом приехал. Ты понимаешь? Кого ты обманываешь? Ты хочешь вернуться к мужу? Я не хочу. Извини, опаздываю к работе. Всем привет. Привет. Ир, я у тебя вчера телефон на зарядке забыла. А, вот он. Держи. Спасибо. Кать, тебя Наталья Владимировна просила зайти к ней. Сейчас переодену, зайду. Катя, я бы на твое место зашел сейчас. А почему такая срочность? Ну, может быть, какие-то вопросы по фотосессии? Ясно. Ох, не нравится мне эта история вся. А кому она может нравиться? Даже если она взяла эти часы. Что она, совсем дура их в шкафчике оставлять? Значит, дура. Да. Здравствуйте, Наталья Владимировна. Вызывали? Да, проходим. Это насчет фотосессии. Все, что тебя сейчас волнует, это фотосессия? Нет, но мне просто сказали, что по этому поводу вы меня вызывали. Нет. Я тебя вызывала, чтобы сообщить, что ты уволена. Я тебя вызывала, чтобы сообщить, что ты уволена. Да. А, Катерина, здравствуйте. Бегу перед ним. Встречаемся через 10 минут. А, вы знаете, я не... Людмила, я не смогу сегодня с вами тренировку провести. Почему? Что случилось? Вы приболели? Я здесь больше не работаю. Как? Вы подойдите к администратору, а вам найдут нового тренера. Вы, пожалуйста, извините, я больше не могу. Подождите, подождите. Саша, вы удалили запись? Нет. Сохраню на память. Мы так не договаривались. Мы с тобой вообще ни о чем не договаривались. Хорошо. Тогда я пойду и все расскажу Наталье. Скажешь хоть слово, и все увидят эту запись. Что, обрадовалась, что Наталья убедила клиентку в полицию не заявлять? Так весь клуб увидит, почему у них вещи пропадали. Слушай, а давай-ка я тебе эту запись перешлю. Ну, а будешь пересматривать на досуге, если вдруг лишние мысли возникнут. Кать. Котенок. Что? Пойдем чайку попьем, а? Я не хочу. Так, тогда надо звонить майору Андрею Сергеевичу. Сергеевич или Степаныч? А? Сергеевич или Степаныч? Степанычу. Он хоть и бывший майор полиции на пенсии, но у него остались связи. Он знает, что делать. Он нам поможет. Мам, не надо никому звонить. А вот так лежать на диване ничего не делает. Я пойду звонить. Мам! Ну, что так орать-то? Не надо никуда звонить. Меня официально никто ни в чем не обвиняет. Поэтому тут твой Степаныч ничем не поможет. Да, ты все правильно говорила. Я одинокая разведенка с ребенком. Без работы. И никому, кроме Маши и вас, папы, я не нужна. Никогда я такого не говорила. Ты права. Надо было сидеть около Кирилла, надеяться, что он меня не выгонит. А я каких-то глупостей себе напридумывала. Вот сейчас. Вот как раз сейчас ты говоришь глупости. Да. Мам, ты слышишь меня? Я говорю, что ты была права. Я говорю, нет. Не права. Ты у меня умница. Ты у меня красавица. Все получится. Ты знаешь, как я такой хорошо себя. Очень. Правда? Правда. Мне так важно это слышать. Спасибо. Нахалка. Как будто мама сегодня только гадость тебе говорит. Нет, мама. Пойдем. Пойдем помочь мне. Пойдем, вставай. Зато теперь мы будем чаще встречаться вне клуба. Мне, честно говоря, ужасно надоело это клубное кафе. Спасибо. Спасибо. И официанты здесь симпатичные. А как же Аркадий? А, мы поссорились. Да? А я думала, у вас все хорошо. Даже слишком. Ему нужны серьезные отношения. А мне они. Зачем? Когда вокруг столько замечательных вариантов. Вы бы не сидели с такими грустными лицами, если бы вы знали, с каким прекрасным мужчиной у меня свидание сегодня вечером. Интересно, где ты успеваешь их всех находить? Это старый знакомый. Если нужно отвлечься, лучше использовать проверенные варианты. Да. Ага. Жалко мне, Аркадий нравился. Мне кажется, он хороший. Так, девочки, вы мне подруги или кто? Вы меня поддерживать должны. Олег. Я не знаю, что ему сказать. Я тебе потом научу. Кать, а ты не хочешь взять адвоката и предъявить клубу иск за ложное обвинение? Что сделает адвокат Марин, если часы нашлись у меня в шкафчике? Почему они вообще полезли в твой шкафчик? Не знаю. Я, кажется, знаю. Ходят слухи, что одна из наших клиенток, Таня, сказала Наталье, что видела, как ты пыталась открыть шкафчик этой рыжей. Но это неправда. Кать, я понимаю, что это неправда. Но получается ее слово против твоего. Так вот, значит, эта Таня и взяла часы и подбросила их в твой шкафчик. Зачем, Марин? А ты с ней точно не ссорилась? Я едва помню, как она выглядит. Ну, может, это ее и обидела? Ладно, ладно, шучу. Но если серьезно, то эта Таня явно против тебя что-то имеет. Обидно, что Наталья ей сразу поверила. Хотя ты так защищала ее тогда перед хозяином клуба. Но тогда ситуация была очевидная. Наталья действительно была ни при чем. Но все равно, Кать, это ты заставила Игоря посмотреть видеозаписи с камер. А если бы не ты, где бы была сейчас Наталья? Камеры. Что камеры? В раздевалке нет, но перед раздевалкой есть. Ну и что? Нам-то это как поможет? Нужно, чтобы кто-нибудь поговорил с Натальей. Но меня, понятно, она слушать не будет. Ну, давай ей. Вас тоже. Я, девчонки, не нужна. Все, пока. Пока. Мам, ты во сколько сегодня в клуб поедешь? Мама. Не пойду. Что мне там делать? Выслушивать их обвинения? Пусть они подавятся своим абонементом. И вообще, не мешай мне, я читаю. Что ты делаешь? Я же читаю. Возможно, они изменят свое мнение. Ты что-то придумала? Да. Мамочка, мне нужна помощь персонала. Идеально подходит Павел. Но только ты сможешь убедить его помочь мне. Да я знаю. Ну так позвони ему, поговори, пожалуйста. Ну, Катя, вот не лежит у меня душа идти к ним. Кто-то что-то ляпнет. Я обязательно отвечу. Ты же мой характер знаешь. Ну, мам. Не кричи на мать. И вообще, мне за Машкой в школу ехать надо. А я временно безработная. Ты забыла? Так что Машу я заберу сама. Мам. Вот, больше есть и все же худеть. Машка, я думала, что бабушка приедет. А у меня сегодня выходной. Предлагаю пойти в парк. Хочу. И я хочу. Девчонки, а меня с собой возьмете? Папуля. Папуля. Турган. Ну, пошли. Игорь, давай пальцем. Я бы с радостью согласился вам помочь, но дело не во мне, а в Наталье. Она не любит, когда поднимают такие темы. Знаете, Павел, я Наталью где-то понимаю. Ну, Катерина-то, она же ни в чем не виновата. Я не сомневаюсь в Катерине. Тогда надо помогать, действовать. Надо. Но я не могу. Значит, знаете, что Кате ни при чем, и не хотите помочь? Павел, вы боитесь? А чего вы боитесь? Вы даже не знаете, о чем я вас хочу попросить. Простите меня. Как я у вас ошиблась. Что, жаловалась на судьбу несчастной доченьки? Только не говори, что тебе все это интересно. Да нет, мне просто интересно, что вы все в ней нашли. Я вот сразу говорила, что здесь ей не место. Ну, видишь, какая ты прозорливая. Можешь самой гордиться. Еще я лицом клуба хотела стать. Корова. Что, прости? А, нет, ничего. Слушай, у меня тренировка. Беги, беги. Очень недавно ее на этот крюсель пускать не хотели. Маленькое говорили. Слез было, а честно, сколько радостей. Да, только это было четыре года назад. А кто? Давненько. Сумма сойти. Потом ты с нами сюда уже больше не ходила. Да, многовато я пропустил. Согласен. Слушай, Катя, я все понимаю. Я виноват перед тобой, перед Машкой. Виноват. Кирилл, давай потом сейчас Маша подойдет. Давай поужинаем вместе. Дома. У нас дома. Я приготовлю. Завтра заеду. Новая крюсель. Ну что, голова не кружится? На, держи. Пожалуйста. Всего доброго. Спасибо. Алла Юрьевна, подождите, пожалуйста. Здравствуйте. Что? Расскажите мне, что за план у Катерины? А вам, Павел, простите, зачем? Помочь вы не можете. А на пустую болтовню у меня нет времени. Подождите, я прошу вас. Обычно мне наплевать, что происходит вокруг. Все это прекрасно знают. Но есть исключение. Это именно тот случай. Я хотел бы вам помочь. Давайте вы мне все расскажете. Прямо здесь? Пойдемте в зал. Юля, Леша, идите ужинать. Умираю от голода. Садись, скорее. Приятного аппетита. Спасибо. Ну, семья, рассказывайте, как у вас дела? Какие новости? Да у меня чуть никаких. У меня есть новость. Да? Правда какая? Я решила, в какой буду поступать институт. Здорово. И в какой же? Академический институт живописи, скульптуры, архитектуры имени Рябина. Ну, звучит неплохо. А где это? Я что-то не припомню. Это в центре, в каком районе? Мама, это в Питере. В Питере? Ты едешь в Питер? Нет. Я, конечно, могу остаться жить с вами. Ну, тогда я буду часто опаздывать на лекции. Мешно. Ну, почему? У нас ведь в городе тоже есть архитектурные институты. Хорошие архитектурные институты. Мархи, например, на Кузнецком. Почему именно Питер? Этот институт гораздо круче наших. Я у преподов спрашивала. Мне все об этом говорят. Вообще, почему не Питер? По-моему, очень красивый город. Действительно, почему не Питер? Может быть, ты еще подумаешь? Нет, мам, я уже все решила. Просто порадуйся за меня. Хорошо. Да, наверное, это будет правильно. Я буду за тебя радоваться. У нас есть попить что-нибудь? Вчера приятель открыл новый ресторан. Надо же. Была шикарная вечеринка. Все, как он умеет. Могу себе представить. Я вообще-то рассчитывал там тебя увидеть. Да как-то не до того было. Мне вообще сказали, что ты пропал со всех радаров. Что у тебя серьезный роман. Ну, люди любят преувеличивать. Ну, я поэтому и не поверил. Ты и серьезные отношения – вещи несовместимые. Это почему? А для чего они такой шикарной женщины? Да уж. Заодно мужчину держатся только к лучше. Ты же сама говорила. Да. Было дело. Ну, что, какие дальше планы? Даже не знаю. Может, поедем ко мне? Возможно. Прошу. Знаешь, наверное, я не поеду к тебе. Почему? Мой доктор не советует мне заводить новые отношения. Какой доктор? Личный. Очень личный доктор. Пока. Наталья Владимировна. Я не знаю, что тебе с просмотром этих камер. В сделке камер нет. Там есть одна камера. Необходимо ее проверить. Здравствуйте. Добрый день. Привет. Ну, я же вижу, что вы тоже думаете, что Катя не виновата. Не портите себе карту. Думаю, не думаю. Верю, не верю. Я долго не верила. Есть доказательства. Могут быть другие доказательства. Какие? Можно посмотреть, откуда Таня видела, как Катя ковырялась в ящике. Может, кто-то еще видел. Все проверять надо. Один справишься? Оля хочет помочь. Оля? Да, она тоже думает, что Катя не виновата. А работать кто будет? Ну, ты... Там. Хорошо, я распоряжусь. Спасибо. Ну что, дала добро. Ура! Обшись. Пойдем. Пойдем. Алла Юрьевна, мы как-нибудь с Олей теперь сами. Как же я? Вы лицо заинтересованная. Да, лучше, чтобы Наталья не узнала, что вы с нами. Пойдем. Удачи. Будьте добры, сделайте мне, пожалуйста, еще чашечку кофе. Вы бы взяли лучше сок. Хорошо. Кофе, пожалуйста. Смотри. А. Ну да. Да. Ничего не понятно. Ну вот, послушайте. Аркадий Семенович не только великолепный хирург, он еще и удивительный, душевный человек. Вот когда Анна, интересно, его эту душевность успела заметить, хотела бы я знать. Иван Сергеевич, какой бетон. Ну что вы ко мне с глупостями какими-то предстаете, а? Простаивает у вас стройка. И что? Ой, да мне бы ваши проблемы. Ну вот еще. Слушайте, когда я познакомилась с Аркадием, ну какого черта? Безотчество о нем пишет. Я сразу поняла, что я доверю свое тело только ему. Ну это как вообще, а? Марин, ну какая разница, кто там что пишет? Ну как, какая разница? Ну ты видишь, сколько их. Ну вы понимаете, какой он потрясающий. Ну что ты? Ну успокойся. А может быть вам с ним помереть? Ну с ума сошла, но ты не видишь, что со мной происходит. Ну я поэтому и советую. Это мы с ним еще недолго встречаемся. А если мы будем долго встречаться? И он меня потом бросит. Да с чего ты взяла, что он тебя бы бросил? Да потому что все отношения так заканчиваются. И себя вон, посмотрите. А ты вообще к мужу возвращайся. Не ожидала я тебя такого. Ой, девочки. Я раньше всегда знала, чем я отношения начну, как я их закончу. Стоило один раз. Один раз только отправила отступить. И вот. Мне кажется, Маринка права. В чем? Мне нужно попробовать вернуться к Кириллу. Я не знаю, что у нас может с Антоном получиться. И вот Машка, она так переживает. И только ради нее я попробую вернуться к мужу. Тем более вы мне это советуете. Кать, я ничего не советую. Ну как? Что ты, что мама. Громче всех прощите. Главное семья. Главное стабильность. Знаешь, вчера Юлька нам объявила, то есть, что собирается уехать в Питер поступать. Ого. Да, и я вдруг поняла, что еще год и мы с мужем останемся вдвоем. Но я буду приходить домой с работы каждый вечер и понимать, что дома я совершенно одна. Зато у меня будет все очень стабильно. Он-то от меня никуда не денется. Так что я точно буду при мужа. Ладно, Кать. Я пойду прогуляюсь. Ты поезжай. Увидимся. Давай. Ну что, вроде все. Ну, и что теперь? Вот теперь ты мне скажи, где была Катя в 14.10? Ну, вот. Вышла из зала в 14.50. Была в тренажерке. Ну, куда она пошла? На йогу. У тебя же на занятии было. Точно. А в 16.15? Так, в 16.09 она подходила к ресепшену и потом сразу пошла в зал. И она не заходила в раздевалку? Нет, сразу в тренажерку. Все, я уже ничего не понимаю. А, ай, ай. СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА Ну, ну, что? Ну, в общем, даже если Екатерина и пыталась открыть шкафчик, где лежат эти часы, Татьяна не могла это видеть. Как так? Они просто не пересекались в радиовалке ни разу. Ага. А я знала, что справедливость восторжествует. Ребята, спасибо вам огромное. Пока рано праздновать победу. Почему? Понятно, что Татьяна соврала, но как часы попали туда? Так она и подложила. Она к нашей комнате даже не приближалась. Нам нечего показать Наталье. Ничего. Катюша обязательно что-нибудь придумает. Да, а нам девочка у меня сообразительная, умная, красивая. Вся в меня. Катя, может, пальто снимешь? Завтра приедут рабочие и переделают. Все будет как раньше. Это тоже переделают. Запьем. Можно чай? Чай. Значит, чай. Ну, ты тоже завтра надо брать. Как Маша? Хорошо. Со вчерашнего дня мало что изменилось. Как у тебя дела на работе? А вот у меня не очень. Что так? Кажется, меня уволили. За что? Кирилл, это долгая история. Но я постараюсь все исправить. Ну, если не получится, может, к лучшему? К лучшему? Кать, я знаю, я много чего натворил. И хотел бы я повернуть время вспять. Но мы оба знаем, что это невозможно. Мне тяжело говорить. Вот. Надень. Ой. Прости. Да, мам. Что? Да, я поняла. Нет, нет, дальше я сама все. Да, все пока. Скажи, это так, срочно? Света, мне нужно срочно данные на эту Татьяну. Какую? Ну, клиентку, которая якобы видела меня возле шкафчика. Я не знаю, телефон, адрес. Где работает? Ясно. Пожалуйста, напиши мне все, и скину. Ладно? Все, пока. Кажется, у меня появился шанс вернуть работу. Зачем? Что значит, зачем? Ну, зачем возвращать работу теперь? Ну, Кать, ты, конечно, меня извини. Ты можешь себе позволить посещать любой клуб. Но быть клиентом, а не инструктором, ты должна заниматься семьей. Тебе же это нравится. Или я не прав? Да. Ты, как всегда, за меня уже все решил. Чайник скину. Я не буду пить чай. Мне нужно ехать. Примерь. Я, когда в магазине его увидел, я уверен был, что оно тебе понравится. Мне так не нравится. И, как прежде, уже не будет. Никогда. Помочь? Нет. Спасибо. Они не тяжелые. Почему на звонки не отвечаешь? Я не могу больше врать мужу. А если не врать мужу? Предлагаешь ему все рассказать? Почему бы и нет? Я не могу этого сделать. Мне нужна определенность. А ты не можешь мне ее предложить. Прости, мне надо идти. Спасибо тебе за все. Послушай. Я не знаю, что нас с тобой ждет. Но я точно знаю одно, что мне с тобой хорошо, и я не хочу тебя потерять. Если вдруг передумаешь, ты знаешь, как меня найти. Да, вот это тебе. Я не знаю, как меня. Спасибо. Спасибо. Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Да вполне Да Раньше на это платье я бы даже внимания не обратила Ну не потому, что я в него не улезла бы Оно там было бы мне мало А интерес к себе потеряла Перестала себя радовать И делала себе подарки Но потом у меня появилась работа И дело, которое Дало мне уверенность в себе Но меня лишили этой работы Я думаю, Татьяна Чем я вас обидела? Чем задела? Мы ведь обе знаем, что Наталье вы сказали неправду Я не понимаю, о чем бы Вы понимаете? Знаете, эта работа, она напомнила Мне одно спортивное качество Никогда не сдаваться И я не сдамся Я прекрасно знаю, что такое начать все с нуля Только эта история когда-нибудь для меня Останется в прошлом А вот с вами она будет всегда Платье возьму Красивое Субтитры подогнал «Симон» Чья это сумка? Это Лерина сумка Нам нужно поговорить Мы с тобой уже все решили Это ты все решил? С какой стати ты решаешь Знаешь, чего хочу я? Всю жизнь за меня принимали решения другие люди Сначала родители Потом тренер Потом муж Вот теперь ты Ты решил, что я хочу вернуться к мужу А знаешь, чего я хочу? Я хочу быть с тобой Я очень этого хочу Но если ты не хочешь Не нужно мне ответственность прикладывать Катя Я не буду вам мешать Я сейчас уйду Все в порядке Я ухожу Я сказала вашему брату Все, что хотела Вот умеете вы женщинам на ровном месте Истерику устроить Что нам делать, если вы любите тупить на ровном месте В смысле? В прямом Мне очень жаль, что у меня брат такой идиот Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому Ну, сейчас хорошо. Значит, мы не поедем жить к папе? Да? Не поедем. Но ты же знаешь, что папа всегда рядом. Что вы с ним будете встречаться, гулять, вообще все что угодно. Ты платишь из-за него, потому что он плохой? Ты не хочешь с ним жить? Ну, что ты, Машуль, твой папа очень хороший. И главное, что он тебя очень любит. Просто так бывает, что хорошие люди не могут быть вместе. Вот и все. Жалко. Да. Жалко. По-моему, отлично. Что скажете? Да, вам очень идет. Дорого, конечно. Конечно. Но что делать? Мы, женщины, на все пойдем ради понравившихся вещей. Согласны? Нет. В смысле? В смысле не согласна. Я сейчас вернусь. Павел. И что? Где твои доказательства? Ну, конкретных пока нет. Но я вас уверяю, Катерину оболгали. Зачем это Татьяне? Кто ей помогал? Я пока тоже не знаю. А кто знает? Ну, кто знает. Вы с ней? Наталья. Да? Извините, вы не могли бы мне уделить пару минут? Наталья Владимировна, вызывали? Так я и думала. Чтобы я тебя здесь больше не видела. Задумайся о смене профессии, а лучше город. На рекомендации можешь не рассчитывать. Это все. Звобода. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ты думаешь, ты победила? Зря. У меня будет куча предложений о работе. Уверена? Да, конечно, рекомендации мне никто не даст. Но и ссоры за сбыт тоже выносить не будут. Поэтому мой маленький прокол останется тайной. Лицо, фигура. Вот на что будут смотреть в первую очередь. А я в шикарной форме. И только это имеет значение. А вот тебя погонят из любого клуба. Да, ты тут зацепилась по какой-то нелепой случайности. Победа за мной. Ты упускаешь одну деталь. Какую? Я никогда с тобой не сражалась. Если я с кем и сражалась, только с собой. Кстати, это единственный, самый точный путь к победе. Ведь проигравшие всегда ищут виноватых. А чемпиона побеждают только себя. Привет. Привет. Тебя там все ждут в тренерской. С возвращением. Привет. Привет. Как ты? Уже хорошо. Всем здравствуйте. Здравствуйте. Катерина, большое спасибо, что приняла наши извинения. Вернулась в команду. На завтра, пожалуйста, отмени все тренировки. Придет фотограф. Наконец-таки сделаем фотосессию. Лицом клуба будет бывшая чемпионка России, а ныне инструктор нашего клуба. Стажер. Инструктор? Стажер я. Катерина, мне кажется, ты должна была привыкнуть, что нет смысла со мной спорить. Если я говорю инструктор, значит инструктор. Ого. Это все. Это успех. Поздравляю. За нового инструктора. За тебя. Да. Спасибо. Я бы это дело как-нибудь посерьезнее отметила. Угу. Ой, девчонки, я не могу. У меня завтра фотосессия. Отлично. Здорово. Ну, значит, после фотосессии. Договорились. Кстати, ты когда от родителей переезжаешь? Куда? Как куда? Ты разве к мужу не возвращаешься? С Антоном помирилась? Нет. Странно. И тебе не страшно? Одной остаться? Да. Очень страшно. Ну, знаете, я так устала в жизни чего-то бояться. И вот только из-за одного этого страха цепляться за отношения. Я больше не хочу. И правильно. Правильно. Вот посмотрите на меня. Да, сбилась с пути. Ну вот пришла в себя. И у меня уже все отлично. Марин, ты так же боишься. Только другого. Сама знаешь, чего. А себе в этом не признаешься. А ведь сама мне говорила. Нужно быть смелее и решительнее. Да. Ну, девчонки, как-то... Грустно все. Ну, что грустно-то? Давайте выпьем. Давайте. За победу над нашими страхами. Прекрасно. За такой тост я бы точно чего-нибудь покрепче выпила. Я же сказала, у меня завтра фотосессия. Отлично. Значит, после фотосессии. Слушайте, мне так страшно. Ну, правда. Мам, ты у меня такая красивая. Лучше всех. Машуня, а я люблю тебя больше всех. Давай, давай. Ты все взяла, скажи мне. Русский взяла, математику взяла? Привет, папуля. Привет. Так, а вот я забыла суть спортивную. Все, давай, детка. Подержи. Пока, детка. Кать, постой. Давай, красотуля, подожди меня в машине, хорошо? Залезай. Я хочу спросить. Это твое решение, оно окончательное? Да. А помнишь, как ты меня отшила? Когда? Когда я в первый раз пригласил тебя на свидание. Не помню. Что ты тогда сказала? Ну, как-то здорово наханила тебя. Да, а что я тебе ответил? Что ты уходишь, но не прощаешься. Запомни, я не прощаюсь. Свет! А что ты, куда это ты собралась? Это не я собралась. Это ты уезжаешь. Родителей я твоих предупредила. Все упаковала. Такси скоро подъедет, можешь собираться. То есть, я не понял, ты что это? Одна за нас все решила, что ли? Я занимаюсь этим всю нашу совместную жизнь. Не вижу смысла нарушать традиции. Аркаша! Плата без сахара. Как ты любишь. Спасибо. Марина, ты сама решила уйти? Степ, я боюсь. Но я же женщина. Я имею право, в конце концов. Ну что, это так ужасно, что ли? Аркаша. Не бросай меня. Пожалуйста. Это я как-то не собирался. Хорошо. Ты читаешь отзывы своих пациентов на форуме? Отзывы нет. Тебе гитарши читали. Но хочешь, я тоже буду читать. Не надо. В прошлый раз я оставил тебе пространство для маневра. В этот раз я решил сделать все наверняка. Не стоит жалеть, я только узнала, как жизнь пролетала. И многое надо успеть, не ждать, а петь. Плечико. Носик ниже. Держись. Умница. Очень хорошо. Улыбайся. Хордами ветра, дождями пропета, врывается теплая музыка лета. Моя. Знаю. Молодец. Так. Все, мы закончили. Всем спасибо. Да, Бош! Да, Бош! Да, Бош! Да, Бош! Все только начинается. Моя. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Субтитры подогнал «Симон»